Добрый день! Здравствуйте! В прошлый раз я рассказывала вам как мы готовим блины и чуть-чуть рассказала вам о Масленице. Помните, да? Масленица – это традиционный славянский праздник, который отмечают в конце февраля, в начале марта. Масленица продолжается целую неделю, продолжается семь дней, и в это время люди прощаются с зимой и встречают весну. И вот сейчас я в Зеленогорске. Это такой небольшой городок недалеко от Петербурга. Я в Зеленогорском парке. И здесь отмечают последний день Масленицы, последний день Масленичной недели. Во-первых, почему этот праздник называется Масленица? Вы, наверное, зададите такой вопрос, да? Тут есть разные версии. Вы знаете слово масло. Масло сливочное, масло растительное. И вот в русском языке есть такое слово умаслить. Умаслить значит задобрить, сделать кого-то более добрым, добрее сделать кого-то. И, может быть, есть такая версия, что, когда люди, встречают весну, они хотят её умаслить, хотят её задобрить, хотят, чтобы весна, которая приходит, была более доброй к ним. Есть также и другая версия. Ещё говорят, что название Масленица появилось после того, как Русь, Россия приняла христианство. Дело в том, что за неделю, до Великого Поста уже нельзя было есть мясо, но ещё можно было есть молочные продукты, например, масло. И вот люди пекли или жарили блины и ели их с маслом. Пекли с маслом и ели с маслом. Праздник Масленицы – праздник языческий. Может быть, старейший славянский традиционный праздник. Но христианские лидеры его не отменили. Когда Русь приняла христианство, христианские лидеры его не отменили. Да, наверное, было сделать это и непросто, потому что народ привык после тяжёлой, после трудной зимы весело встречать весну. Что сделала церковь? Церковь приспособила, адаптировала этот праздник, можно сказать. И церковь только поменяла дату праздника. Праздник стали отмечать на восьмой неделе перед Пасхой. То есть дата празднования Масленицы зависит от даты Пасхи, от дня празднования Пасхи и от того, когда начинается Великий Пост. Много было разных традиций празднования Масленицы. И кулачные бои, вот кулак, кулачные бои. И хороводы, когда люди танцуют, ходят по кругу. И разные другие традиции, катание на санях и многое другое. Но самая главная часть, кульминация этого праздника – это сжигание чучела Масленицы. В последний день Масленицы в воскресенье чучело Масленицы, соломенное чучело, соломенную куклу торжественно сжигают. Солома – это сухая трава. Вот из соломы делают большую куклу, вот, например, такую. А потом в самом конце праздника поджигают куклу, сжигают куклу, она горит. Раньше у каждого дня Масленичной недели было своё название. И в каждый день этой недели люди делали что-то определённое, то есть знали, что нужно делать в понедельник, во вторник, в среду, в каждый день. Сейчас обычно ограничиваются блинами и посещением парков. В последний день, где сжигают чучело Масленицы. Ограничиваются – это значит, только это делают, а больше ничего не делают. Ну, не все, конечно, но многие. Вот вы видите, здесь в парке много людей, особенно много людей с детьми. Люди танцуют. Вот вы видите артисты на сцене. И около сцены тоже танцуют и поют. Вы видите, здесь есть маленькие кафе, где можно купить что-нибудь вкусное, блины, другие блюда. Вот здесь продают маленьких куколок Масленицы. Видите, маленькие соломенные чучела. Люди их покупают. Вы спросите, зачем? А смотрите, они их прикрепляют к главному чучелу Масленицы, к главной кукле. И потом, когда кукла будет гореть, когда чучело Масленицы будет гореть, сгорят эти маленькие куколки. Обычно концерт, конкурсы, такие народные гуляния продолжаются часа два или три в разных парках по-разному. А потом наступает кульминация праздника. Вот вы видите, люди здесь собрались. И вот сейчас чучело Масленицы поджигают, и оно начинает гореть. Кто-то фотографирует, кто-то снимает на видео. Всем очень весело. Чучело Масленицы горит. Все прощаются с Масленицей. Вот это главный момент праздника, кульминация праздника. Сейчас Масленица сгорит. Праздник закончится. Вот на сегодня это и все. Я надеюсь, что вам было интересно. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok